Игнатий Тихонович, с миром! С миром? У вас что-то свет там падает как-то не так, наоборот надо, чтобы к лесу был. Вот, вот так вот. Ну ладно, так-то так будет. На работе сижу просто. А, на работе, ну понятно. Да, у нас еще у меня рабочий день в самом разгаре идет. Ну да. Ну что, пришел вторник, заранее договорились. В восемь часов за мной заехали, пять минут девятого. Заехал Игорь Добунов. Взяли с собой Ивана и Сергея Пупкова. Взяли аппарат, что там хотели заснять. Приехали, знают куда, далеко отсюда. А там запись идет только. Ждать надо до девяти. До девяти подождали. А там идут, главное, медкомиссию молодежи. Много так. Ну и мы пришли там. А там на стенке висит. Съемка запрещена. Аудио запрещено. Ване надо идти дальше туда. Мы за ним. Нас остановили назад. Нам пойти с ним нельзя. Мы никакой роли-то не играем. Ну ты же не пойдешь, чтобы на рожон. Ну он ушел там сколько-то побыло. Мы стояли тут в коридоре и молились. Ну когда он вышел, я говорю, давай, Вань, выйдем на улицу. А раз тут то нельзя, другое нельзя. Мы маленько тебя снимем-то. Ну и выше я Сергею отдал. Говорю, давай на фоне, где эта надпись висит, что там два там военкомата, они в одном здании. Ну и стал рассказывать, что ему надо пойти туда-то, там другой начальник. Первое слово, которое сказали, опоздал. Надо было раньше прийти. А я это говорил, каждый день почти, когда приезжал, пройдет неделя-две и опять, ребята, идите в военкомат, отнесите данные. Покажите, что вы не можете воевать. Присягу принимать не будете. Ну то есть у нас составленный материал хороший. Он мужик-то, который там сидит на входе, он посмотрел, говорит, составленный, говорит, правильно у вас. Ну, опоздал. Теперь будут рассматривать. Надо на полгода раньше, чтобы как будут. Ну и все, нам больше делать нечего. Нигде нельзя. Ивана спросили, говорим, мы сейчас тебе нужны? Нет. Ну и все, которые у меня там документы были, засняли аппаратом. Ну и поехали домой, и все. Сейчас я даже не знаю, как он там, что. Ну, ничего, ни с какой стороны, ничего нельзя сделать. Тебя отсекают, и больше ничего. А с вами-то мы разговаривали. Ну, 21 год, он же не ребенок. Я говорю, ты это знаешь, что сказать? Да. А это знаешь? Да. Ну, еще я буду стоять-то, только мешать. Ну вот с этим вернулись, больше сказать нечего. Мы там помолились, и утром пошли. Так, дело предали Господу. И что будет, это не от нас. Как Господь усмотрит? Что он не будет присягу принимать сказано, и что не будет делать то и другое, но от армии он не отказывается. Потому что эта статья уже другая, альтернативная, да. Ну вот так. Еще больше не говорить. А я тут пощепурился, сапоги наделся с подковами, там, щакаю. А еще никуда, даже шагу шагнуть не дает. Дисциплина. Ну, они, во-первых, нарушают, Игнатий Тихонович, они нарушили, во-первых, почему нельзя? Военкомат это гражданское учреждение, это не воинская часть, вы прекрасно понимаете. В воинской части закрытая, если там по двумя нулями, нельзя, конечно, снимать. А тут гражданское здание, они там все гражданские. Военная, военная, у них прямо написано, написано, и тут знак висит, аппаратура пересчеркнута, словами крупно, съемка запрещена. Я говорю, я им скажу, где можно, где нельзя. А вот если там у них что-то допрашивают или спрашивают, то нельзя снимать, это так, я уже в этом уверен был. Да и ничего это не даст, что-то снимать-то. Это так понятно, что он спрашивает, отвечает. Вот он пошел там. Заявление у него приняли, Игнатий Тихонович? Нет, пока мы были, они были при нем. Сказали отдавать там в другом месте. Нет, нет, он мне позвонил, Ваня, он сказал, заявление приняли. Он мне скинул вот эти фотографии с бланком входящим, что они приняли у него. Единственное, значит, я тоже как бы взял на себя такой риск позвонить военкому. Я с ним поговорил, с этим Сергеем Петровичем. Я говорю, приходили к вам сегодня, говорят, члены общины, уважаемые, не допустили. Он говорит, а вот вы понимаете, что мы сроки, ну я говорю, мы сроки понимаем, понимаем прекрасно. Он говорит, скорее всего будет отказано. Ну, говорю, конечно, комиссия рассмотрит, но имеем право обжаловать, вот, имеем право обжаловать. Там обжаловать снова время и можем снова подать. Это он прекрасно понимает. Ну, как бы я с ним, он говорит, какие фамилии, имя, отчество скажите. Я сказал, он что-то, видимо, записал. Не знаю, как это поможет, не поможет. И вот сейчас я разговаривал с главным врачом. Я говорю, извините, там, Лариса Васильевна Артеменко. Я говорю, вы ему дали сейчас опять повестку проходить медосмотр на кровь, на ВИЧ. Я говорю, так он сейчас экзамены сдает. У него сейчас дипломная работа, его, по идее, отсрочка, его трогать-то нельзя. Но она, так, у него там много не сдана. Но он уже подписался на 17-е число. То есть он, Игнатий Тихонович, 17-го числа должен все анализы эти доздать им на кровь и на все прочее. А потом уже, после 30-го, они, скорее всего, будут выносить решение. Какое решение там они вынесут? Игнатий Тихонович, не только Господь может тут решить. Откажут, откажут, будем, и Севастьян говорит, ну, будем писать тогда. Вот Севастьяну я все документы сбросил, брату Севастьяну, юристу, вот общины, Крестово-Звижинской. Он в курсе, я сейчас ему все это переправил. Ну, и у него там были еще проблемы со здоровьем, у Ивана. Голова болит, голова, говорит, болит, он говорил. Ну, а как проверить, Аняк, болит? Ну, это падает, это он говорит, говорит. А они как-то должны проверить его, где-то, чтобы он жил там или что? Они ничего ему не сказали. Ну, значит, ничего и нет. Если руку оторвало моего отца, и то они из года в год комиссия. Отец говорит, рука-то не перерастает. Проходит 10 лет, 20, и каждый год комиссия. Ну, руки нету, руки нету. Под Смоленском оторвало в 41-м году. А это они, голова болит, ну что болит? Даже разговаривать не будут. Надо согласиться с тем, что есть. Что он может заставить, присягу его не могут. А то от него зависит. Не могут. Вот. И дальше брать оружие в руки, его не могут заставить. Он присягу не принимал. Тут все одно за одним. Мы ему все это сказали. Он говорит, я знаю, знаю, знаю. Ну, знаешь, что это было. Я ничего не могу сказать. Мы встали там, помолились прям. Тоже во дворе. Рядом и все. Ну да, согласно закону, он имеет полное право требовать альтернативно гражданскую службу. Когда? Я ему говорю, Ваня, пиши, прямо в повестке пиши, в верхнем углу. Согласен пройти альтернативно гражданскую службу, запятая от призыва «не уклоняюсь». Там написано, которое он подал, там написано. Документы, которые он подал, это все написано именно вот так. И указаны параграфы, Конституции, все. Когда Дума принимала, что все указано. И поэтому он посмотрел и говорит, у вас составлено правильно все. Ну, не имеют права они. Форму он не имеет права не одевать. Он не имеет права одевать форму, потому что это воинское мудирование. Он не имеет принимать присягу. Он не имеет права, говорит, собрать в руки оружие. Нет, форму наденут. Форму наденут. Это еще ничего не говорит. Форма, он и врач в форме у них. Он не будет только... Они скажут, будешь на передовой, ты будешь только раненых спасать. Он и пойдет. От этого он отказаться не может. Оружие, убивать кого-то, вот от этого он отказывается. А я не пойду, не пойду тебя зачакнут, и всё. Вот есть такой по соображениям совести фильм. Смотрели, нет? Нет. А запишите. По соображениям совести. И как посмотрите, мне сразу позвоните. По соображениям совести. Американский фильм, сведе этот, Адвентисты седьмого дня. Мало того, он ещё и награду получил. Документальный фильм. И он как спасало. В борьбе с японцами, как он спасал. Ну это вообще герой. Он пошёл, стреляет, оружие он не берёт. Он проползает, тащит на себя, опускает там с вершины. Опять за следующим идёт. Вот он должен пойти. И форму надеть, и всё. Я не буду убивать и принимать присягу. Всё. Вот больше ничего он не может сказать. А на это они, ну если они разумно скажут, ну у нас другие должности, скажут. Ну будешь я на кухне работать. Пойдёт работать. Он не может быть корректировщиком огня, подносить снаряды. Вот это он не может. А форму надеть, форма ничего не значит. Она военная. Ну военная, и только делов-то. Они это снимут, другую наденут. Тут надо знать грань, за которую нельзя заходить. Никогда. Присягу принимать не буду. Она составлена в виде клятвы. Клянусь. А Господь говорит, не клянись вовсе. И там всё указали. Места из Писания. Места из Конституции. Места из решений Государственной Думы. Ну там составлена грамотными людьми. И не я составлял. И у нас всегда люди от насилия, никого не трогают даже. Я же здесь всё время, каждый раз едем. А Игорь Дубнов говорит, чуть не на каждом собрании. Я всё говорил. Как приезжаю, опять дал Доню. Кто не ходил, сходите, отнесите. Отнести. И на другом, на копии, чтобы поставили, чтобы приняли. И всё, больше ничего не надо. Ну сходи. Они не идут по делам ему. Он своей жизнью не распоряжается. А за него кто будет? Он такой же и семьянин будет. Если он ещё не хочет для себя даже сделать. Ну вот так. Морел Иванович Николаевич, он будет побывать на Господа? Конечно. Конечно. Ну он видишь, как... Когда был. Ну вот так, тогда-то был. Ну ты же ослышал это. Они у меня в лагере были только 8 лет. Все. Я их 8 лет содержал. Летние периоды, когда были. Я говорю, давно ли было? Батюшка приехал. А у нас председатель колхоза был. Блатов Иван Андреевич. А батюшка приехал и говорит, у нас в общине свой Иван Андреевич есть. То есть он только крещение принял. Ну там может сколько? Несколько дней. Да и уже 21 год. Время-то как летит. Вот посмотрите по соображениям совести. Вы просто зарядите фильмы все. А сбежавшие из ада смотрели? Сбежавшие из ада? Нет. Тоже посмотрите. Это уже врачи на практике. Как узнать загробную жизнь? Сбежавшие из ада? Записал. Вот все посмотрите. Я вам кое-что буду подсказывать. Вы будете смотреть. Это нам необходимо знать. Ну все. Вопросов нету. То есть мы с ним проехали. Были рядом. Я ищу дорогу ехал. Кое-что рассказывал. Ну он еще молчит. А когда приехали, он давай мне кричать на ухо. Я говорю, ты не кричи. Я рядом-то слышу. Мы записали небольшой ролик. Как он говорит. Я ему говорю, Сергей снимал все документы. Я его заснял на видео. Ну вот отдам воскресенье. Я-то уезжаю в пятницу. Уже потеряю. Вот так. Так что. Как будет? Ну как будет. Ну вот по крайней мере, Игнатий Тихонович. Вот у нас начальник следственного комитета. Я с ним разговаривал. Он говорит, насильно не могут. Он должен, говорится, на своем стоять. Если он будет стоять насчет альтернативной гражданской службы, он своего добьется. Все от него зависит. Ну все сказано. Мы там были. Отпечатали документы. Наши документы. Мы ему сделали документы-то. А дальше за него не будешь рот разевать. Ты сам знает, где каша. Ну и все. Аминь. Аминь, отец. Ну, благодарим за заботу. Молились. Ничего нету. Мы его помним. Будем вспоминать. А дальше уже как видно. Нужен он на земле или не нужен. Он может быть свидетелем перед такими людьми, которые так будут дальше-то. Конечно, на него будут обижаться кто-то там. Ну, по-разному. Ну, у меня как-то случился случай такой. Реконструкция города была из Китима. Ну, и выходить на работу в воскресенье. Следующее, в Фомино воскресенье, после Пасхи. А я сразу бригадиру говорю, я не приду. Как не придете? А тогда было строго. Два дня не было, ты тунеядист и уже судят. Уже на скамью подсудимых. Я говорю, как? Потому что не работали как надо. То материалу нету, то что. А я должен идти, а мне надо ехать в город. Сейчас 60 километров для церкви. Я поеду Богу молиться. А он тогда бригаде, этот, мастер и говорит, ну ладно тогда, за нас помолитесь. А уже сидят на машине бабы, как заорали. Я тоже не приду. Молчать вы молиться не умеете. И повезли. Да. Федор Тихович. А я нет. Если я уже закон знаю, я по нему поступаю, но они знают. Не просто так я сейчас брякнул. Это и в тюрьме учитывается. Они понимают. Вот когда что-то делают, это я ни к чужой идее не прикасаюсь. Своя пришла, там я почти все отдал. Но остальное время молюсь. Ни в какие разговоры не встреваю. Среди ночи на молитву. Это все знают. Ни в какие разговоры. Я о Боге только говорю. Проповедую больше часа. Каждый день. Ну там после вечернего ужина. Ну это все Господь показывает, как поступать. Свою, говорится, голову не отдашь. Самому нужно. Ну вот так. Все правильно, Экатий Тихоныч. Все. Он же здесь бывает, когда стали говорить, вот справку-то дать ему, что он член нашей общины-то. А так любой может сказать. Его надо проверить, или он только откосить, говорит, желает. И именно документы. И когда вот это принимают, то у них рядом священник сидит. И начинают уговаривать. Вот понимаете? Вы неправильно понимаете. Всегда воевали. Вот заметьте сейчас, вот там Ушакова канонизировали. Ну, был адмирал. А вот эти такие-то, такие. Александр Невский. Он стоит, не знает, что говорит. Но Александр Невский был, воевал, и что? Его церковь не канонизировала. Канонизировала, когда он принял схему, Алексеем стал. А Алексей, он уже без войны. Я ему подражаю, а не какому-то Александру. Ну, то есть надо знать это все. А священник прям давит его. Ты должен принять, идти. Кто душу положит. Там, да, говорит, душу положит, но не душу вытряхивает из другого. Чего вы путаете-то? Ты же обыстрел, душа от того упала, и души нету. Ну, врут на каждом шагу. Им не привыкать. Им за это, не знаю, платят или нет. Иудины слова. Ну, вот так все. Я пришел, что-то помолился, да и занимаюсь своими делами. Хорошо у вас? Очень даже хорошо. В Потеряевке сейчас, в Потеряевке сейчас там вообще раздолье. Конечно. Там раздолье. Свежее. Сейчас подъезжают люди. Вот позавчера приезжал. Да, в воскресенье уехал туда один. Откуда там? С юга где-то. Вот. Еще будут люди подъезжают, к окрещению готовятся. Тату одна, она столкнулась на наши ресурсы, а я, говорит, всю жизнь была там баптистской. А сейчас, говорит, посмотрела, как и все, давай расспрашивать, где еще взять и готовиться к окрещению. У нас материалы огромные, огромные. И поэтому мне главное, чтобы человек получил от нас наши ресурсы. А дальше мне отвечать не надо. Там ответ на тысячи вопросов. Там и фильмы, и все, и книги. И кто желает, тот получит. Аминь. Аминь. Да. Ну, если ничего нету, я ухожу тогда. Давайте. Спасибо, Господь, Владимир Тихонович. С Богом один. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Так, вы не против, что мы записываем, выставляем в интернет? Нет. Не против. Все. С Богом. Продолжение следует.